Горяченькая сценка! На какой-то картинг ведут, я не знаю. Может быть, на лыжах. То есть картинг – это не круто? Нет. И лыжи тоже не круто? Да, девушки, которые, ну, любят, наверное, другой определенный образ жизни, наверное, как-то не очень круто, потому что это не та обстановка, где можно пообщаться и что-то узнать о человеке. Но где вы представляете самое лучшее свое свидание? Вот где? Зависит оно, в первую очередь, от человека. Конечно? Нет? Ну, конечно. Или от места? Самое главное, чтобы человек тебе нравился, а потом уже свидание можно. А потом уже можно и на картинг. А потом уже на картинг, вы же знаете, это не свидание, а просто повселиться, съездить. То есть на картинг? Так, если кто захочет сводить... Давайте так, лично я хожу на картинг самостоятельно, я хожу в кино самостоятельно, я хожу в тренажерный зал самостоятельно. И самостоятельно могу просто поехать в другую страну отдохнуть, понимаете? Вот тут сузился круг. То есть вас нужно везти туда, куда вы боитесь идти одна? Где я еще не была, и чем меня можно удивить? На армянскую свадьбу, например. Кстати, почему бы нет, но это опасно. Наверное, не знаю. Я тоже не знаю. Что-то зацепило на этом фестивале? Была какая-то искорка-зацепочка, которой можно рассказать, что она вот немножко выделяется из всего происходящего? Знаете, что я вам расскажу сейчас? Эксклюзив. Сколько у нас есть время? У меня хоть вся жизнь ваша. Отлично. Значит, мы приехали сюда со своим микрофоном, со своим звукорежиссером. И, значит, мы репетировали, все хорошо, и в 5 часов вечера, начало концерта в 8, на 4 в 9, раздается телефонный звонок. И я понимаю, что мой звукорежиссер белеет. В итоге, значит, стояла сумка. Он забыл мою сумку с остальным аппаратурой. И вызывали здесь. Сотеры приезжали. Это какой-то кошмар. Чтобы больше ничего... Вы же остаетесь? Витебске. Или уезжаете? Нет, мы уезжаем, потому что завтра нам поработать надо в Москву уже. Я думал, пойдем на шансон. Эх, как видите. Какое свидание слетело. Остывший... Знаете, могу вам спеть. Не обязательно ходить на шансон. Слушайте мои песни. Остывший пляж, 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 сезон любви. А очень наш мчится поезд в сугробы и метели. Пусть все кончается, увы. Прошел и наш сезон любви. А мы с тобой совсем не этого хотели. Все, жена меня убьет. Господи, почему ты медсестричка? Ты так похожа. Очень чувствуется усталость и бодрость в одном лице. Это называется нейтральное состояние физической тела. Нет, оно так, знаешь... Оль, сколько раз вы репетировали номер, который сегодня будет на закрытии? Наслажды. Сколько десятков раз? Ноль, да? Нет, мы вообще репетировали. Серьезно, потому что нам, так сказать, доверили из Витебска быть в закрытии. Поэтому нам пришлось... Ты можешь показать косу на камеру? Я всю жизнь о такой мечтал. Сколько журналистов у вас сегодня спросили про костюмы, честно? Ну, несколько было вопросов. И я хочу сказать, что это все белорусская продукция. Мы этим очень гордимся. От обуви до костюмов это все сделано в Беларуси. И мы очень рады этому. Беларусь, край озер. Да, да, да. Наверное, это тренд голубой, да. Есть ли в коллективе песняры? Такие, знаете, как бы не клички, а вот погонялы такие. Эй, ты белобрысый, борода там. Есть такие? Нет. Есть, правда, старожилы и молодые. А дедовщина? Есть дедовщина? Ну, наверное, да. Потому что молодые носят костюмы. Ну, это крутая дедовщина. Это самое малое, что они могли делать, да? Да, ну и более опытные коллеги помогают в творчестве, помогают с опытом и советами, наверное. В прошлом году мы с вами общались, вы говорили, что в Беларуси очень крутая сантехника. Есть ли у вас в ванной комнате раковина из Витебска? Открыть вам секрет. У меня сейчас идет ремонт дома, у меня работают белорусы. А сантехника не белорусская? Мне кажется, они привезут белорусскую сантехнику. Во-первых, очень приятно вас видеть во второй год. По крайней мере, второй год мы с вами общаемся. Вы абсолютно неизвинились. В этом году только поменялся стиль костюма. Вы знаете, как у нас песняры сегодня, они блокидно-белые, а вы наоборот, как будто инверсия песняров в плане костюма. На славянский базар, как на праздник. Поэтому я редко вообще куда костюм одеваю. Я на основном не пойду. Как-то в рок-н-ролле все время в кожу, в черном. А что мне на праздник приятно? Дядя Ваня, он в Килти вообще. Дядя Ваня, белорусский артист в Килти вообще сейчас поет. Я так понимаю. Это вот комнатный рок? Да, да, да. Я захотел посмотреть, что такое комнатный рок. Я точно не знаю, но мне кажется, это когда очень тихо играет музыка. Это комнатный рок. Когда соседи мешают. Мне кажется, слышится для всех. Дядя Ваня, бенефект. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. В очередной раз в всей Белоруссии. Видите, спустя, айс, по базару. На приглашение. Рад с вами всегда видеться. Приезжайте сюда. Спасибо. Гримерка поет Кевина Маккоя. Кевин Маккоя поет то, что поет в гримерке. Все совпадает. Полный 3D. И все вместе. И все вместе. Сами бабочку завязывали, честно. Умеете? Ну, это вообще-то... Только никому не говорите. Она шита уже. Видите? Никому не говорите. Ну, вы же вырежете. Правильно? Самое главное. Да. Это ради этого было интервью. У вас сегодня были народные элементы в песне, да? Немножко народные. Да, да, кстати, да. Вам близко эта вообще тема народная? Или просто по имиджу вы человек такой... Не совсем соответствуете образу народного исполнителя. Именно народной музыки. Да, да, да. Я, кстати, когда-то даже играл в фольклорном ансабле. У нас есть такой народный инструмент, куклы. Это что? Это струнный? Это струнный такой, ну, типа, не знаю, коробочка со струнами. Там до-мажор, да, и там просто ты аккорды ставишь. И люди танцуют в масках, и без масок, и поют народные латышские песни. И я очень люблю фольклор, очень привязан к ней. Я просто, мы все оттуда, из леса, из природы. И все с фольклори началось. И сейчас начался с фольклор. Все можно сыграть. Тем более, что Славянский пазар. Славянский пазар. Там чуть-чуть отстроить все струны, сделать какой-то шикарный аккорд. Зоя можно сыграть, Пайхоль можно сыграть. Все для белорусских сябров можно сыграть. Все можно сыграть на куклы. Стас, скажите, пожалуйста, а что вот вас приводит в состояние караоке? Это вот на фестивале, я посмотрел у всех. Что вас приводит из такого? Знаете, бывает же все-таки, человек устает, ему грустно. Честно говоря, я из тех людей, которые терпеть не может караоке. И когда меня зовут, я говорю, ой, нет, нет, пожалуйста, умоляю вас. Поэтому эта песня очень сильно биографична. Она про меня, я реально терпеть не могу. Я думал, она не про караоке все время. Я думал, это какое-то общее состояние души, когда вроде бы... Это ты реально, чувак, который приходит в караоке, только для того, чтобы понравиться девушке, поет. Вот я из тех, я вот только, чтобы кому-то понравиться. Вообще, я все, что делаю, 70%, чтобы кто-то понравится. Чтобы понравится, делаю? Да. Ой! Все. Ты специально меня съемок лишил, да, чтобы у меня феник был? Нет, нет, нет. Она падала на тебя, я спасал. В общем, продолжайте, продолжите ряд. Каренья, Каренман, Король. Мама, папа, я у вас царевна. Не смеяна. Оль, все нормально. Все нормально, она лед поможет. С ТЭО будешь разбираться. Слушай, очень сложно понять, когда ты шутишь или нет. Я просто никогда не шучу. Вы знаете, мы хотели попросить у вас помощи, все мужское сообщество города Витебска, чтобы вы сделали им небольшой мастер-класс по фирменному подмигиванию девушкам. Ну, я понимаю, что вот фирменное подмигивание Сосопа в Лиашвили. Вы не могли бы показать? Вот оно. Получилось? Я не знаю, но вот, судя по вот этой улыбке, у вас получилось. У вас получилось. И не сегодня. Аллилуйя. Спасибо большое. Это очень-очень круто. Друзья, мы на закрытии. Вот оно какое наше лето. Лето чем-то там одето. Стоянский базар машет нам рукой. Но, в принципе, вы знаете, как у нас все устроено. До открытия много концертов. После открытия еще больше. Еще больше. Поэтому оставайтесь в Витебске. Никуда не уезжайте. Никуда не уезжайте. Пускай у нас в городе будет миллиончик людей. Миллиончик. От чистого сердца. Ой. Такая эмоция. Отлично. Вот так нам закрыть. Все замечательно. Ну, на вас попала мишура? Конечно. Вот. Мы дали с собой в сумке. Вы думаете, потом ее продать? Это раритетная мишура 26-го международного. А можно вам продать? Да. Но за бесплатно. Потому что... Так это уже не продажа. Это я вам подарю на счастье. Спасибо большое. А мы вам подарим, знаете что? Улыбку. Спасибо. Получилось у вас. Будет еще песня на бис? Наверное, нет. Да? Может, не стоит уходить? Мне кажется, нужно даже не то что остаться, а заночевать здесь. И остаться на следующий ночной концерт. На руки вверх. Можно на руки вверх, можно на руки с вами. Да. Друзья, мы прощаемся с вами до шансонских песен. Пока.